МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире же недельное обозрение Тюмень спортивное. Все о выступлениях на международной и внутренней арене представители нашего региона расскажем в ближайшие полчаса. Тем более, что недостатка в событиях на минувшей неделе не было. Сегодня в программе. Пятеро одного не ждут, а догоняют. Тюменец Александр Большунов на очередном этапе Кубка мира по лыжным гонкам добыл серебряную медаль. Хотя путь к ней ему очень старался перегородить квинтет норвежцев. Золотой дубль. Викторию Сливко на Кубок мира по биатлону пока не вызывают. Хотя две победы на этапе IBU на необходимость этого шага очень непрозрачно намекают. Наконец-то дожали дерзкого дебютанта. Динамо Самара в этом сезоне имела положительный баланс встреч с МФК Тюмень, пока клубы не сошлись в Кубке России. Лыжные гонки – вид спорта, таящий в себе намного больше интриг и разнообразия, чем может показаться. Это далеко не только сравнение Норвегии и остального мира во главе с Россией, но и очень часто универсалов против профильных умельцев. Атлетов, умеющих бегать хорошо хоть спринт, хоть марафон, с теми, кто специализируется на одной дистанции. Зато в ней показывает максимум, что ярко проявилось на этапе Кубка мира в эстонском ОТИПе. Универсалы ценятся больше, потому что способны помочь сборной везде. Зато узкопрофильные специалисты, хоть и полезны зачастую лишь в одной дисциплине, зато почти гарантированно возьмут в ней медаль. Как норвежец Йоханнес Клэба в спринте. Он старается прибавить и в более длинных стартах, но все равно не особенно опасен там для фаворитов. В нынешнем сезоне Клэба не входит даже в десятку лучших дистанционщиков Кубка мира и не взял медаль ни в одной разделке. Зато в спринте бороться с ним сложно. Вот теперь в финале только тюменец Александр Большунов смог удержаться за Клэба до финишной прямой. Серебро россиянина нельзя переоценить хотя бы потому, что в решающем старте сибиряк бежал с пятью норвежцами. На следующий день Клэба даже не сунулся в разделку на 15 километров. А вот универсал Большунов и в ней считался фаворитом. И точно победил бы, ведь всех основных конкурентов он разнес с огромным преимуществом. Но тут как чертик из табакерки выскочил еще один узкий специалист – Финн Иво Нисконен. Тот самый, который отобрал золото у тюменца в марафоне на Олимпиаде. Знаете, чем занимался Нисконен больше месяца до старта Вотипя? Ничем. Ни одной гонки Кубка мира. Пока Большунов сражался на турдески, Ива готовился именно к этой разделке. Он даже не заявился на спринт в Эстонии, приехав ради одного старта. Неудивительно, что выложился в нем полностью, показав лучшее время. Ставшего третьим норвежца Дидрика Тюнсета Большунов обошел на полминуты. Тот бронзу вырвал у соотечественника Мартина Сундбю. Тюменец Евгений Белов стал шестым. У женщин в Отипе блестяще выступила Наталья Непряева, выступающая за Московскую и Тверскую области. В ее активе серебро в спринте и бронза в гонке классикой. Глядя на лидера, подтянули результаты и другие россиянки. Десятой в разделке стала Тюменка Анна Жеребятева. Ее лучший личный результат на Кубке мира. Вот сейчас я чувствую после Натальи и Юли, Насте в какой-то степени, да, Седовой, молодежь будет подтягиваться все быстрее и быстрее. Когда есть лидеры в команде, всегда быстрее растут новые поросли. Когда был такой вакуум, все примерно одинаковые, поэтому мы, к сожалению, были на этом уровне. Кубок планеты переезжает в Швецию. В местечке Улирисе-Хамн 26 и 27 января у сборной России снова все шансы взять медали. В программе этапа – гонки с свободным стилем, а также эстафеты. Такие разные немецкие этапы. На Кубке мира по биатлону в Оберхофе сборная России выиграла три золотые медали, заслуженно получив восторженные отзывы болельщиков. Прошла неделя и в другом городе Германии, Рупольдинге, мы спустились с небес на землю, оставшись без наград в шести гонках. Главный вопрос, который сейчас задают болельщики перед основным стартом сезона – какой из вариантов национальной команды они увидят на чемпионате мира? Открывались старты в Рупольдинге спринтерские гонки. Пятое место занял тюменец Александр Логинов. Он был в числе лучших по скорости, но взять медаль помешал промах на первом огневом рубеже. Женский спринт выиграла тюменка Анастасия Кузьмина, много лет выступающая за сборную Словакии. Шансов соперницам она не оставила. К высокой скорости многократной олимпийской чемпионки все уже давно привыкли. Вот и на сей раз она показала лучший ход, добавив к нему еще и чистую стрельбу. При такой комбинации бороться с ней бесполезно. Даже мягкая снежная трасса Рупольдинга проблем габаритной спортсменки не доставила. Для Кузьминой победа стала знаковой еще и потому, что она расколдовала наконец местный стадион. Победа есть победа, но сегодняшняя для меня особенная. Это мое первое золото в Рупольдинге. Раньше у меня здесь даже подиумов не было. Я всегда была близка, но в призеры не попадала. Сейчас для меня одним счастливым местом стало больше. Продолжили соревнования эстафеты. В этом виде в оберхофе сборная России оформила золотой дубль. И ожидания болельщиков были высоки. На сей раз не вышло. У мужчин на первых этапах команда стараниями москвича Матвея Елисеева и тюменца Евгения Гораничева держалась рядом с лидерами. Но штрафной круг Дмитрия Малышка из Санкт-Петербурга медальные амбиции перечеркнул. Логинов в роли финишера лишь отыграл две позиции. Победили норвежцы. В женской эстафете у россиянок, сменивших состав по сравнению с Эберхофом почти полностью, совершенно не задалась стрельба. Каждая из квартета взяла три доп. патрона. Итог – все тоже пятое место. Золото ушло к французской команде. Взяли много дополнительных патронов. 14 патронов. То есть при такой погоде это большая роскошь. Потому что на партон, в принципе, в среднем идет 8-9 секунд. В общем, был полнейший штиль. Погода была идеальная. Но психологически было очень тяжело. Тем более Настя Морозова и Света Миронова стартовали первый раз в эстафете на Кубке мира. Венчали этапы рукольдинги – масс-старты. Совсем россиянам неудавшиеся. У мужчин Гаранищев стал 16-м. Логина финишировал следом. В конце второго десятка расположились и лидеры женской сборной – Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых. Впрочем, без медали на немецких биатлонных трассах россияне не остались. В Арбере состоялся пятый этап Кубка IBU. Тюменко Виктория Сливко оформила золотой дубль. Первая в сезоне победа пришла к ней в спринте. Сибирячка закрыла все 10 мишеней и была хороша ходом, показав четвертую скорость среди 83 участниц. Где-то четвертая, вторая. И сегодня вот наконец-таки все случилось. И получилось отработать на рубежах хорошо и по дистанции, если чувствовала уверенно. По сьюте Сливко стартовала первой, работала спокойно и чисто прошла первую лёжку. Но затем на втором и третьем рубежах допустила по одному промаху. Она даже потеряла лидерство, но вовремя собралась. На заключительную стойку одновременно пришли четыре спортсменки. Из более надёжных сплавов нервы оказались именно у Виктории. Она отстреляла чисто, после чего никому не отдала вторую победу на последнем круге. Серебро у немки на один Хорхлер. Бронза у Элизабет Эгберг из Швеции, невольно запутавшей Викторию. Почему-то подумала, что шведка всё-таки закрыла ноль и мне нужно будет с ней бороться. И с первых метров начала, ну как бы быстро уже всё включилось. А потом сказали, что можно сильно не упираться, всё под контролем. Сливко вышла на третье место в общем зачёте Кубка IBU. А с учётом очевидных проблем в первой женской команде сборной России, Виктория вполне может в ближайшее время появиться и на Кубке планеты. Возможно, уже на шестом этапе в Антхольце. В декабре прошлого года мини-футбольный клуб Тюмень принимал Динамо Самару в рамках чемпионата Российской Суперлигии. Дерзкий дебютант тогда здорово подпортил настроение, позволив команде Игоря Путилова в двух матчах взять лишь один балл. Теперь пути соперников сошлись в Кубке России. Первая дуэль двухраундового полуфинального противостояния прошла на Волге. Хозяева сразу показали, что никакого пиетета перед оппонентами по-прежнему не испытывают. Волжане достаточно активно начали матч и на шестой минуте вышли вперед после точного удара Владимира Саносяна. Такое развитие событий сибиряков совсем не устраивало. Они включились с дела, но вплоть до 20-й минуты пробить вратаря динамовцев не могли. Тюменское голевое молчание снял Сергей Крыкун. А последняя минута стартовой половины стала ключевой с точки зрения формирования результата. Сначала гостей вперед вывел Артем Антошкин, а затем после его же удара мяч в свои ворота срезал Алексей Лялин. Не совсем там, может быть, по счету ушли на перерыв. Закономерно. Некоторые недоработки игроков в третьем голе, особенно, когда все-таки ты подсказываешь и говоришь, что, пожалуйста, вместе встаньте, ребята, давайте. Шанс только на удар был. Сразу же после перерыва вновь забили хозяева. Дубль оформил неугомонный Саносян. В распоряжении команд был еще целый тайм, но больше голов самарские зрители не увидели. Тюменцы уже, несмотря на успех, город на Волге покидали за смешанными чувствами. Виной тому травма Сергея Крыкуна, которая может оказаться весьма серьезной. Второй тайм у нас вышел не так, как мы планировали это делать. Первые 25 минут, в принципе, мы соблюдали все установки тренерские. Хорошо двигались, хорошо. Играли в обороне, а во втором тайме сразу вышли и на первой смене допустили невынужденную ошибку. Победа есть победа. Но это был только первый раунд. Преимущество в один мяч не дает тюменцам никаких гарантий. Тем более в неуступчивости самарцев они в очередной раз убедились воочию. Как известно, второй матч будет через месяц, 16 числа, и мы будем играть дома. Понятно, Динамо приедет с желанием отыгрываться и за победы, естественно, и мы. И они, и мы хотим попасть в финал. Поэтому все будет решаться, как и предполагалось, только во втором матче. В другой паре полуфиналистов Югорский «Газпром-Югра» в первом матче обыграл столичный КПРФ со счетом 5-2. Первый круг чемпионата страны среди команд высшей лиги А волейболистам Тюмени предстояло завершить домашними матчами против челябинского «Динамо». Уральцы – действующие серебряные призеры турнира. Да и в этом сезоне в таблице находятся высоко. Сибирякам, которые продолжают обживаться во втором по силе российском дивизионе, предстояла серьезная проверка. Скажем сразу. В первом поединке команда Сергея Шульги взяла верх, показав очень неплохой волейбол. Главным героем в составе хозяев стал Иван Никишин. На счету доигровщика 27 очков за 4 партии. Показатель более чем приличный. Интересно, что в прошлом сезоне Никишин играл как раз за «Динамо», но мысли об особенных реваншистских настроениях отмел сразу. Да, естественно, обычный был настрой, как и любую другую команду. Сколько тихо у вас сезоне? Ну, я на них не зол за прошлый год, поэтому у меня хорошее впечатление об этой команде. Поэтому надо было разозлиться, чтобы какой-то другой был настрой. Первую и вторую партии сибиряки провели образцово-показательно. Отличный прием давал возможность нападающим чувствовать себя отменно в краях сетки. Никишин на пару с другим доигровщиком Александром Сусаниным стабильно набирали важные очки. Сусанин, кстати, в стартовом составе не выходил давненько. И так уж вышло, что чем дальше шел матч, тем сложнее становилось игроку Тюмени. Вначале-то наоборот было хорошо, но в конце, да, наверное, то, что у меня практики постоянно нет, немного проблематично на какие-то моменты были. Но, в принципе, главные результаты, я считаю, остальное уже второстепенное. Держать высокий уровень на протяжении всего матча у тюменцев пока не получается. В третьей партии случился спад. Да и не стоит забывать, кто был в гостях. «Динамо» – команда опытная со своим почерком. В итоге этот сет остался за уральцами. Но Тюмень, скажем прямо, субботнюю победу заслужила. В не самой ровной для себя четвертой партии сибиряки упустили преимущество в 4 очка. В концовке довели дело до нервного апогея, где злой гений гостей Никишин при счете 23-23 набрал 2 очка подряд. Есть победа! Да, неплохо сыграли, согласен. Ну, мы прибавляем. То есть мы начали после Нового года с Таврополем, с Георгиевским. То есть был такой ни шатки, ни валки волейбол. В Средловске в первой игре, в принципе, нормально сыграли. Там просто команда по уровню, но они гораздо мощнее, скажем так. Не скажу сильнее, но мощнее. А с этой командой, да, мы ожидали, что будет тяжелый бой. И хорошая, чистая команда. Вдвойне нам плюс то, что нам удалось ее обыграть. Первая партия воскресного матча стала словно продолжением субботней встречи. Тюмень вновь смотрелась очень и очень прилично. Хозяева достаточно быстро создали себе комфортный отрыв и уверенно довели дело до ума. Неплохо сибиряки стартовали во втором отрезке. Но затем случилось нечто несуразное. Ведя со счетом 6-3, подопечные шульги проиграли 10 очков подряд. Само собой, после такого провала партию уже было не вытащить. Мне кажется, тоже это дело психологии, потому что мы можем вести несколько очков и, сами видели, 10 очков проиграть подряд. Нужно работать на психологию. Ну а все-таки 10 очков подряд, как это можно объяснить не только психологией? Не знаю, неуверенностью, наверное, какой-то, что ли. Что-то нас выбивает из игры, что-то у нас не получается и мы сразу все отключаемся. Хозяева достаточно быстро пришли в себя, начиная с третьего сета. На площадке здоровья началась абсолютно равная борьба, в которой был важен каждый нюанс. К примеру, исполнение подачи. В концовке партии при счете 27-27 диагональный тюмени Никита Венедиктов сделал два эйса. А начинал он матч в квадрате для запасных. Всегда хочется больше, но я считаю, что Никита хорошо вышел и помог команде, добавил мощи в атаке, на блоке, в подаче. Поэтому я думаю, что замена была оправдана. Тюмень была обязана выигрывать матч. В четвертом сете хозяева вели с преимуществом в пять мячей. Однако отрыв этот сибиряки растеряли, а в концовке смотрелись не лучшим образом, как и на тайбрейке. 12-9 в пятой партии – это серьезный гандикап, но и его хозяева упустили. Гости проявили характер и вырвали победу 17-15. Сегодня ребята молодцы, то есть продержали, действительно проявили свой мужской характер, потому что мы проигрывали почти во всех партиях, кроме второй, который мы выиграли с большим отрывом. То есть молодцы ребята, продержались. То есть нас там чуть-чуть не хватило в третьей партии выиграть, а две последние продержались и выиграли. То есть чего не хватило нам, к сожалению, в первый день, в концовке тоже мы проиграли. Первый круг чемпионата завершен. Неожиданно в высшей лиге сменился лидер. Нефтяник из Оренбурга в стыковом противостоянии дважды одолел в Нижнем Новгороде АСК. Что касается тюменцев, то они в таблице идут девятыми. Впрочем, в очередной раз стоит сказать о высочайшей плотности в нижней части таблицы. В следующем матче команда Шульги вновь проведет дома. 26 и 27 января в гости к ней приедет МГТУ. Существует мнение о том, что танцы – это искусство отдергивать свою ногу раньше, чем на нее наступит партнер. Герои следующего сюжета подобную ситуацию не могут даже представить. Они с детства ходят с фирменной прической, носят стильные платья и сорочки. Отличаются от сверстников идеальной осанкой. Причина – непреодолимая любовь к ритмичным движениям под музыку. Именно для них более 20 лет назад государственный деятель Леонид Рокецкий решил организовать танцевальный турнир на призы губернатора Тюменской области. С тех пор состязания проводятся ежегодно. Грациозность и элегантность зрители оценивали на жарком паркете спорткомплекса «Центральный». Здесь состоялись соревнования по европейской и латинской программам, венчал которые международный турнир престижной серии WDCF. Яркое шоу публике подарили около трех тысяч спортсменов. Насладились зрители и танцевальные композиции от шестикратных чемпионов мира среди коллективов «Формэйшн» команды «Вера». Одна из самых главных задач танцора – дарить зрителям бурю эмоций. А потому на протяжении всего выступления необходимо выполнять все технические элементы не только грамотно, но и с улыбкой на лице. При этом синхронно с партнером, попадая в музыку и держа осанку. Прекрасно с этим справилась тюменская пара, выступающая в категории «Дети 2» D-класса. Остап Шишуков и Ульяна Галиаскарова в своей номинации завоевали серебряные медали. За выступлением ребятишек пристально следил мастер спорта международного класса Станислав Шишуков. Отец и сын на протяжении пяти лет общаются исключительно на языке танца. Когда мы обычно ужинаем дома, мне папа говорит, допустим, там, мои ошибки, и я их пытаюсь исправлять. Ну, может, над спиной надо работать в стандарте техника, в латине. Знали, что мы по-любому станем на пьедестал, но мы не ожидали, что мы станем вторыми. Ему, может быть, где-то отчасти и повезло, что он стал вторым в призах и ни в одной категории, в первенстве. И, мне кажется, самое большое достижение на сегодняшний день, то, что он попробовал свои силы в открытом классе станцевать, где были пары уровня С-класс, а у него только Д, и он обошел более больше половины пар С-класса. Еще одно увлечение Астапа – футбол. Однако разрешение на игру с мячом необходимо заслужить. Его папа в сговоре с тренерами, которые после каждого занятия рассказывают, насколько хорошо потрудился юный танцор. А отец решает, можно ли сыну еще попинать по воротам. После нынешнего Кубка губернатора его наверняка можно отправить в футбольный лагерь. Для меня было волнительно, и самая главная была задача – справиться с новыми вариациями. Эти вариации сложнее по уровню. По крайней мере, минимум они точно станцевали. И была задача минимум у них еще также пройти в финал. Как видите, сейчас они тоже с этим справились. Посмотреть за танцевальными баталиями пришла масса любителей мини-футбола. Даты и любители футзала не ошиблись, ведь МФК «Тюмень» в это время находился на выезде. И если жена игрока сборной России Ивана Милованова Елена обязана была присутствовать здесь как тренер, то мама его коллеги по клубу и национальной команде Андрея Соколова пришла насладиться выразительными телодвижениями. Конечно, мини-футбол – это другая история. И мини-футбол – это мужество, это сила. А здесь элегантность, красота. Но это ничем не хуже вид спорта. Вообще всегда очень приятно смотреть на молодых, талантливых детей, людей, у которых все получается, которые могут порадовать нас своими, порадовать нас и получить мы можем от них эмоции очень положительные, приятные. Тренеры профессиональных клубов любят повторять, что на строительство команды нужно не меньше трех лет. Лишь после этого можно требовать результат. Интересно, что такая формула подходит и к организации соревнований. Сначала проба пера, затем попытки что-то улучшить. И лишь на третий раз готовый продукт. Если все сделать правильно, получится классное зрелище. Судя по тому, как в Тюмени прошел день снега, состоявшийся в столице региона третий год подряд, здесь рецепту следовали неукоснительно. Первый день снега на пруду лесном собралось порядка 500 участников. Со второй попытки тюменцы окончательно распробовали семейные мероприятия на вкус. А в третий раз праздник собрал уже больше тысячи человек. Сегодня очень много у нас юных участников. Сегодня очень много родителей, бабушек, дедушек. Этот праздник превращается в семейный праздник. Я хочу пожелать всем удачи, всем хорошего настроения. Ну а пусть победит сильнейший. Сотни малышей, которые пришли на день снега вместе со своими родителями, напутствовали не только официальные лица. Все же для детей они пока просто важные дяди и тети. А вот настоящий большой и добрый белый медведь – это, конечно, авторитет. Пруд лесной собрал гостей из ближних и дальних властей на праздник спорта и дружбы. Что ж, это дело нужное. Еще больше настроения добавили юные фигуристы. А венчала церемонию открытия общая зарядка, которую для всех провели профессионалы из атлетического клуба «Антей». В итоге к началу старта все были разогреты основательно. Особенно моржи – для бодрости, окатившей себя ледяной водой, под общие возгласы изумления и восхищения. Работала здесь и ознакомительная площадка ГТО. А главный посол Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в области Наталья Проскурякова выполняла не только представительские функции. Площадка ГТО – это, знаете, такое, как бы, это уже закономерная часть вообще любого мероприятия, даже не обязательно спортивного. Потому что, если сказать про сегодняшний праздник, это, наверное, больше такое культурно-массовое, когда возможность у родителей провести время с детьми. И, конечно, я тоже не могла себе не отказать, даже для того, чтобы в эстафетах поучаствовать с ребенком. Для участников праздника работали сразу несколько площадок. Полоса препятствий была исключительно для детей. Ребятня преодолевала ее на скорость, после чего каждого на финише ждали шоколадка и грамота. Проигравших, само собой, не было. А вот эмоции все получили сполна. И хотя задания были не самые простые, справились с ними маленькие спортсмены на ура. Ничего не было тяжелого, точно. Ничего. Все легко сделал. Ну, мне тоже так легко было, кроме мяча попасть. На другой площадке шла семейная эстафета, где у родителей не получилось отделаться лишь активным болением. Папа, мама и ребенок поочередно выполняли идентичные задания. Главы семейств порой настолько увлекались, что забывали о правилах безопасного вождения тюбинга. Впрочем, пострадавших не оказалось. Зато сотни семей вместе и по-спортивному провели выходной день. Зимние виды спорта на улице, свежий воздух, почему не выходить? Я считаю, это самое отличное проведение дня. Тем более для детей, развития. Пускай занимается, чем дома сидит. Спортивная тюмень любит ставить новые высоты. День снега уже точно стал в городе традиционным январским праздником. А значит, вопрос времени, когда к цифре тысяча, обозначающие количество участников, добавится либо пятерка в начале, либо даже еще один ноль в конце. Благо, недостатка в спортивных семьях в городе нет. Докажи, что ты готов. Зарегистрируйся на сайте gto.ru. Получи медицинский допуск. Выполни комплекс ГТО в одном из центров тестирования города Тюмени. Получи свой знак отличия. Это был последний сюжет на сегодня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова